Всем привет, дорогие друзья! Канал Покашеварим и сегодня совет зрителя. У меня в гостях Никита. Сразу пишите только добрые комментарии. Ребята, не пишите про моих гостей никаких гадостей. Привет, Никита. Привет. Здорово. Никита, ты меня пригласил вот в это прекрасное заведение под названием Шашлыко ФФ. Да. Почему? Слушай, я сам из Новосибирска и там это культовое заведение считается. И с этого года я знаю, что оно в Москве открылось. Причем их несколько. Ты мне на выбор дал два адреса. Ну да, их три точки, мы выбрали самую центральную. Это Кузнецкий мост, это центре некуда, парковка по 200 рублей час, всякое такое. В общем, мы идем в заведение шашлыков. Это позиционирует на себя как бар, типа, да, ты говоришь, что это не то, чтобы ресторан, но тем не менее, вроде там довольно антуражный, причем аж два, нет, третий не их этаж, но два этажа. Два этажа, да. Ладно, пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в общем, мы вот внутри шашлыков, фу-фу, почему, кстати, вот эта мода называть, вот это фу-фу, шашлыков, что у нас еще там, гриль, грильков. Привет, Леха. Кто ты? Мода 2005. Мода 2005, да, какая-то такая. Ну, это прикольно, слушай, из Новосиба, то есть он там тоже называется шашлыков. Да, причем там на довольно небольшой город 7 или 10 точек есть, и вот уже 3. Да ладно, 7 или 10 точек-то? Да, да, я был не осел. А где они, только Новосиба и Москва или еще они куда-то? Нет, у них там в меню написано, то есть там большой там список, можно найти. С сайта, короче, сейчас будет экран, где будет видно, откуда они. А, вот, а, франшиза, нифига себе, то есть они по всей России, это впечатляет. Ладно, слушай, ну, во-первых, я хочу сказать им респект за то, что они абсолютно лояльно отнеслись к, то ли ты засланный казачок и договорился заранее, то ли они просто адекватно воспринимают камеры, то есть увидели у нас камеры, говорят, пожалуйста, идите, если вам что-то надо, мы вам поможем там в съемках, освободим место и так далее. Поэтому в этом плане они современные и молодцы, красавчики, шашлыков, молодцы. И это необычно на меня в камере, потому что обычно такое, смотришь видео, так, конечно, снимайте, здесь нельзя. Ну, слушай, на самом деле это редко бывает. Мы даже сегодня ехали в машине с Димкой, обсуждали, что, типа, мы давно не нарывались, надо найти место, где мы точно гарантированно нарвемся на кипиш, потому что люди любят это посмотреть, скандалы, интриги, понял? Ну да. Это бывает на самом деле редко. Ну так, Лан, давай, что у них по еде-то, ты рассказывай, вот я вижу бизнес-ланч у них есть, да? Слушай, мне у них нравится основное меню, бизнес-ланч он как бы такой, типа, надо же быстро поесть и там порции поменьше немножко. Ну, тем не менее, смотри, вот бизнес-ланч для ориентира, он выглядит вот так вот, то есть там выбор здоровенный. Но я думаю, что на бизнес-ланч можно отдельно будет к ним съездить, реально снять для рубрики бизнес-ланч, что они подают. А ты говоришь, основное меню, да? Да. А ты уже смотрел его, оно похоже на то, которое... Оно прямо один в один. А, то есть франшиза, она полная, да? Да, да. В том числе и по меню. Ну, знаешь что, я вот так вот сделаю, вот сложу ручки, а ты заказывай. Мне заказать? Да. И том-ям? Да. У них есть шашлыки, мясо, стыки. Нездоровая фигня. Слушай, а у них есть роллы? Вот если будут роллы, я сейчас уйду отсюда. По-моему, нет. Слава Богу, ладно, у них есть шанс тогда. Да, блинчики пастой карбонара, но роллов нет. Ну, шашлыков все-таки это про мясо, я согласен. Давай том-ям возьмем, конечно же, вне всяких сомнений. Да, вот мне нравится у них салат мяснов фирменный. О, класс. И, кстати, 160 рублей, недорого стоит. Да. Так, ну, я тебе предлагаю, смотри, у них стандартные все вещи, это что-то мясное с картошкой и с салатом. Ну, мы уже несколько тарелочек взять, да, и там друг у друга потом понаткусываем там. Что тебе нравится? Я здесь был один раз в Москве уже в этом заведении, в другом точке. Мы на Кузнецком мосту, если что. Да. В другой точке, да? Да, в другой точке был. И там мне не понравилась картошка, которую Таня здесь рисует. Она была просто сухая, невкусная, прям такая. Новосибирский, когда ты ее покупаешь, она прям такая мягкая, сочная, то есть как-то. А ты же сам показываешь, что тут много видов картошки. У меня любимый вот этот вид. То есть я его постоянно беру. Но оно похоже на чипсы. Оно похоже на чипсы, но оно такое мягкое, то есть с соусом прям вкусно. То есть здесь косяча, да, по сравнению с Новосибом? Не факт. То есть нужно сейчас посмотреть. То есть, возможно, мне не повезло так, а может быть это как бы отличается чем-то. Вот. Понял. То есть взять, сравнить, посмотреть. Слушай, ну вообще, ты знаешь, что? Цены, блин, меня радуют. То есть вот, учитывая, что мы сейчас сидим в центре в очень мажорном месте, да, это Кузнецкий мост прям вот центр-центр. Центрей нет. Здесь вот хищник бургерный, где мы недавно были, кстати, можете посмотреть. Вот. Ну вот, например, ассорти гриль смол. А, ну 200 граммов. 359 рублей. Колбаски. 299 рублей. Куриные. С гарниром, с соусом. 259. Чивапчичи. Ну то есть цены довольно адекватные. Если вот даже сравнить просто с ценами в других заведениях, особенно мясных. Вот сколько шашлык? Вот просто шашлык. Давай свиной шашлык. 300 рублей. Вот биг шашлык большой, 250 граммов. А ты на тарелке. А я смотрю вот просто. Хотя это он же. Или не пойму? Ммм. Грамовка меньше. Мне то 150, то 250. А, то есть тут еще можно и выбрать больше-меньше заплатить, больше-меньше взять. Вот самый большой шашлык, 250 граммов. Плюс 60, плюс 50 граммов. То есть блюдо будет весить... Сколько? 350 граммов в общей сложности. Стоит 440 рублей. С виной. Нормальной цены нет. Ну то есть действительно достойно. Ну ладно, все. Короче, мы можем листать бесконечно это красивое оформленное меню. Они действительно здорово сделали. Глаза просто разбегаются. Глаза разбегаются. Это и плюс, и минус одновременно. Давай, Никит, давай звать официанта и будем заказывать прямо. А там кнопку нажми. Где? Ага. Опа. Это не я сломал, если что, шашлыков. Оно само отклеилось. Так, вызов. Слушай, я не могу выбрать, какое мясо взять. А мы возьмем несколько разных. Хоть прям просто тыкать наугад и все. Ну и мы будем тыкать наугад, что? А не сработала кнопка. Кнопка не сработала. Давай дадим им шанс. Дадим, ладно. Там на минуту. Ты засланный казачок, он дает шанс, смотри. Я просто добрый человек. Я тоже добрый, ладно, дадим шанс. Давай возьмем еще по супу, кстати. Давай. Тум-ям один. Да, тум-ям точно мы возьмем, да? И какой-нибудь может, ну я не знаю, давай ты реши. Ты в этом разбираешься. На каком супе можно проверить жлобливость? Вот я не знаю даже. Жлобливость? Да. Да борщичок можно попросить. 150 рублей, кстати, больше стоит порция супа. Для ресторана это цена. Ну, давайте начнем с того, что вы нам посоветуете. Выбор еще сложный. Да. Может быть, вы нам что-то посоветуете? Стейк, как вы желаете? Ну, мы мясо, стейки не принципиально. То есть, если у вас офигенные стейки, мы возьмем стейк попробуем. А мясо, смотрите. Что бы я вам предложил? Это вот, разовую телятина. Самое крутое то, что здесь есть. Давайте, пишите ее сразу в заказ тогда. Сколько? Три штуки? Мы много возьмем разного, поэтому нам один вот этот стейк из телятины. Хорошо. Это корейка, да? Угу. Так, ну ладно, давайте, в общем, все. Дальше я принимаю решение. Угу. А ты мне помогай, Никит, давай. Давай салат смешал, да? То есть салат мяснов? Да. Прям по порядку. Да, мяснов. Цезарь? Цезарь, да. Цезарь большая, стандартная. Стандартную сделайте, да. Угу. Суп том-ям. Борщ. Обыкновенный. Угу. К розовой телятины добавить лаваш, либо лук еще? Лук. Лук. Лаваш будет? Если... А он стоит сколько-то или нет? Да, он стоит, но я думаю, что как раз... Не, но нам для информации, то есть мы, может, и закажем. Он стоит денег. Сколько он стоит? Там 50 рублей, кажется. 50 рублей? Да. Добавьте лаваш, ладно. Давайте. Нам надо чем-то вытирать руки. А, значит, колбаски. Чивапчичи. Чивапчичи. Чивапчичи берем. Какой желаете? А, вот эту картошку тонко нарезанную и что-то там еще салат идет, да? Да, это вместе комплект идет. Салат по умолчанию у них. Да. Значит, к шашлыкам переходим. Шашлык свиной. Свиной. Биг свиной, да? Давайте. Биг свиной, да. Не обязательно, можно другой гарнир сделать. Какой-то можно риск. Или пюре. Давайте пюре на этот раз. Давай какую-нибудь курицу возьмем у них еще попробовать. Давай, кстати, курицу надо попробовать. Может, а есть в формате шашлыка курица? Есть курица. Есть куриный пергамент, стейк. У меня шашлычок точно есть куриный. Так, так, так. Ну, может, давай шашлык? Вот шашлык могут накосячить. Давай шашлык куриный. Давайте шашлык куриный просто мы возьмем из куриной грудки. Из куриной грудки. Да, а на гарнир что там осталось? Рис. Давайте рис. Давайте, давайте рис. Из напитков посоветуйте тогда нам что-то, потому что... Горячее, холодное. Не, ну что-нибудь запить холодненькое, может молочное. Из холодного. Так, так, так. А есть у вас маракуйя что-нибудь? Может быть, наш фирменный кактейль шашлыков. Опробуйте. А чего, давайте. Еще дайте нам в стол что-нибудь, типа, какого-нибудь лимонада. Вот я видел, где-то попадалось в больших графинах. Есть такое? В графинах? Да. Где-то я видел. Вот оно. А, во-во-во-во, я нашел уже. А, во-во-во. Яблочные махины. О, лимонад черебери давайте. Черебери. Вкус лето. В графини бонаква. Сироп лимон, мед, черная смородина. Пойдет. Должно быть вкусно. К нам подошла девушка, она менеджер видимо заведения, и сказала, что снимать здесь можно только по согласованию. Как ты к этому относишься? Прошлый век. При том, что нас сюда впустили совершенно спокойно. То есть сказали, пожалуйста, человек с камерой, заходи. Ну, это я думаю, что просто есть руководство, а есть как бы люди, которые здесь служат. Ну, которые должны, да. Ну, в общем, посмотрим, я не знаю. Я сказал, как обычно, что если хотите нас отсюда выгонять, то только через полицию. Или силы. Или не кормить. Или не кормить. Отказать в обслуживании, кстати, могут. В общем, мы сейчас ждем вбивания заказа. Должны перевернуть вот эти часы, которые 20-ти минутные. И за 20 минут заказ должен быть у нас. Проверим. Они сами ввели это время. Мы не виноваты. Будем проверять их же правила. Заказ-то большой. Я бы не сказал, кстати. Не очень-то и большой. Что там, три шашлыка да кусок мяса. Официант подошел, сказал, можно перевернуть. Я это сделал. Ну, кому, кстати, интересно, Никита снимает полный бэкстейдж. Как мы тут все снимаем. Как общались с менеджером, с официантами и так далее. Если захотите, можете посмотреть на его канале. Никита тоже начал вести свой канал недавно. Ссылку на этот ролик оставим в описании. Так что переходите и посмотрите, как это все происходило вживую. Нам принесли? Нам принесли уже еду, кстати. Действительно, слушай. А еще в запасе как минимум две трети есть времени. Вот про подачу в тарелке. Я не знаю, видно вам или нет, но края уляпаны. То есть они недостаточно хорошо протирают тарелки. Видно это. Что, Никита, давай начнем с супов. А, вот начнем с супов или я не знаю. Нет, с супов. Давай с супчиков. Ты мне сказал том-ям у них весьма годный. Хотя потом ты уточнил, что ты не так часто пробовал том-ям, да? Ну, мне понравилось. Я предлагаю начать с борща. Вот борщец, ребята. Я не вижу мяса. А, есть мясо, да? То есть немножко телятины. Немножко телятины и все. И все. И немножко телятины. Ладно, надо в общем пробовать. Выглядит вполне аппетитно. Довольно большая тарелка с фирменным логотипом. Это приятно. Кстати, Никита говорит, что у тебя нет, да? В городе... То есть они обычные белые тарелки. А в Москве, видишь, они... Может они завезли в этом году, а я их уже не застал. А, ты уже не успел. Это кайф. Ну что, давай из одной чаши бери. Не зря мы заказали хлебушек, да? Нет. Давай. Офигеть, народу подвалило. Я не в тему борща. Неожиданно стало очень много людей здесь. Как по мне, он ненасыщенный по вкусу. Ну да, можно было... То есть он такой, как будто недонаваристый, да? То есть домашний вот этот, когда ты там 3 часа чуть-чуть варишь бульон, вкуснее. Ну да, но с другой стороны как бы прийти перекусить. Ну как перекусить? Если это в ланче, то окей. Если это как все-таки блюдо в основном меню, мне кажется, он чуть недоделанный. Угу. Ну ладно, подожди. Том-ям. Давай. Есть подозрение, что... Мне к Том-яму просто слишком большие претензии теперь, понимаешь? Меня... Виктор Бурда, он меня, конечно... Разбаловал. Разбаловал вообще, капец. Грибочки. Мяса. Много. Ну вот он наваристый, кстати. А он с курицей? Это Том-ям с курицей? Вот это прикол. С курицей гриль. Это они шашлык закидали в Том-яму. Смотри. Вот это прикол. Слушай, ну в Том-яме, конечно, главное, какой вот этот вот бульон. То есть, если он вываренный хорошо, там, с лемонграссом, со всякими галангалами, то он вкусный становится. Ну и рис. Реально курицей гриль, смотри. В Том-яме. Вот это прикол. Давай попробуем. Короче, огонь. Хороший стопчик. Хороший. То есть, вот борщ прям по шкале борщистости двойка, наверное. Ну, тройка. Ну, тройка. А Том-ям по шкале бурды, назовем это так, я бы поставил пятерку. Прямо действительно здорово. Очень-очень насыщенный. Хороший вкус бульона. Там добавлять или не добавлять курицу, ну, это такое, конечно. Но вот без курицы сам бульон офигенно ароматный. Ну, чтоб честно естся. Очень круто. 200 рублей. 199, по-моему, я по меню помню. 199 рублей стоит. Очень круто. Лайк. Так, ладно. У нас мясо, да? Супы это хорошо. И нам надо не тянуть с мясом. Опа. Хотя вот говядинка, если полежит немножко после приготовления, это весьма неплохо. Так ведь? Угу. Вот такая подача телятины. Нам обещали приготовить в медиум. Это самое, наверное, дорогое блюдо, которое мы сегодня заказали. По-моему, да. 500 с чем-то оно стоит. По-моему, что-то под 700, нет? Нет. Я уже вижу, кстати, на срезе. Еще не дорезал пока, но вижу офигенный розовый цвет этой телятины. Да, оно сырое. Слушай, ну, посмотри, Никит. Я... Это не медиум. Да. Это сырое мясо. Это совсем не медиум. Давай, может быть, позовем официанта и обсудим с ними эту тему. То есть, это прям сырое мясо. Я видел в своей жизни сырое мясо. Это оно. Тема с сырым мясом, она немножко не заходит. Ну, да. Накосячили они. Мы сейчас будем... Вызвали официанта и будем пока пробовать следующее мясо. Давай курицу тоже, чтобы она пока не оставала. И чувапчище у нас еще есть. С курицей-то уж не могли они накосячить. Тем более, эта же грудка, мне кажется, в том яме, нет? Смотри. Похоже. Те же полосочки. Мясо сырое. Ну, прям не медиум. Я помню. Даже не медиум ре. Сырое просто. Да, я видел. Согласны? Да. Переделать тогда. Жалко. Ждем следующего. Так, ладно. У нас курочка. Иди сюда. Кстати, молодцы, что они сразу соглашаются. Да. То есть, нет желания доказать, что мясо офигенно куревое. Куриная грудка. Никита, ну чё? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Режется жестко довольно. Вот подача, кстати. Рис. То есть, на выбор то, что ты говорил, можно взять рис. Причем не просто рис, а, видишь, он с чем-то, да? Морковка там какая-то мелкая. Даже непонятно, да, похоже на морковку. И главное соус. Соус всегда хорошо. И салатик коуслоу, незаправленный. Олег такой, ну давай пробовать. Давай. Давай, да. А я не знаю. Так же, а без соуса. Да. Ну, слушай, привкус. Как будто прям на углях. Да? Кайф. Угу. Не пересушили. Абсолютно не сухое мясо. И соусец. Ну, такой явно на майонезе. А не обычный. Майонезный? Нет. Я не вырубаю, что это. Угу. Ну, он точно на мазике, но... Как будто горчица может быть такая. Я не могу понять. Очень знакомый вкус. Ну, типа тысяча островов. Он похож на тысяча островов. Но какой-то как будто он более сладкий. Сладкий и кислый, я говорю. Очень вкусный соус, на самом деле. Да. И рисочек. Ну, слушай, достойно. Вот эта куриная грудка, она неплохо приготовлена. А лицо, по-моему, не нравится. Ну, опять-таки, не каша. Что нравится. Суховато чуть-чуть, да. Можно было сделать его полюбопытнее. Ну, короче, ну это гарнир. То есть к нему особых претензий нет. В целом достойное блюдо. Да. Я бы такое заказал. Зарвал 200 рублей. Подороже. Ты все время занижаешь. Мне кажется, оно что-то типа 300 стоит. Вот он. Да? Ну да, 300. Просто. 279 рублей. Ну, в принципе, да. И ты прав, и я прав. Ладно, у нас чвапчичи. Вот чвапчичи мне вызывает прям аппетит. Аппетит вызывает больше, чем куриная грудка. Давай посмотрим поближе. Никита сразу заметил, что здесь другой соус, действительно. То есть, если курочки был вот такой вот. Ну, типа 1000 островов. Ну, хотя киченес это тоже считается 1000. Он же называется. А здесь явно киченес, судя по красному цвету. Ну, мы сейчас попробуем. Вот это та самая картошка, о которой ты говорил, да, Никита? Пока что она меня не радует. Ну, то есть она выглядит хуже, чем в Новосибе, да? Да. Блин, я думал, может, они к твоему приходу сегодня и справятся. И вот столько чвапчичи. Слушайте, это опять-таки за, ты скажешь, 300 рублей, я скажу примерно за 400. То есть, нормально. Ну, 300 с копейками стоит. 400 без копеек. Ну, давай, давай сейчас. Сколько стоит это блюдо? Мы сейчас смотрим в меню. Нет, вру. Вот. 240. Да, 260. Или 260. То есть, в зависимости от 50-60. Что-то еще плюсом. Ну, да. То есть, если соус. Ну, 4 получи. Соус, салат, мясо. Короче, две цены на это блюдо. 260 и 240 рублей. Не знаю, чем отличается. Это, блин, вот это адекватно. Давай, дружище, будем это. Давай пробуем. Картошку оставим на потом. Вкусно. Вкусно. Я думал, ты сказал, не вкусно. Нет, вкусно. Хотя, вот сейчас это. Очень вкусно сделано. Чвапчичи, это вообще балканское блюдо. Равно, как и плесковица. Один и тот же фарш. Много паприки. Это вкусно. Соус, что, китченес? Да. Да. Китченес. Он вообще в тему. Слушай, офигенно сделаны колбаски. Точные. Не сухие. Отлично сделаны. Угу. Давай попробуем картофан. А, есть. Слушай, к нему все-таки надо непонятно, как относиться, да? Хотя протыкается. То ли как к чипсам, то ли как к картошке. Ты решил сразу, да? Ага. Ну, кстати, мягенько. Что ты говорил жестко, не знаю. Лучше, чем вот тогда. Не так плохо, как я думал. Но хуже, чем в Новосибири, я читаю уже. Но хуже. Слушай, она, конечно, странная. Мне еще попался очень-очень соленый прям. То есть прям соли на фига было. Новосибирский. Он прям, ну так, знаешь, как картошку. Представляешь, она цвет меняет, да? Она такая. Здесь он как бы, как вот реально чипсы сделан. Не знаю, это как закусть, но... У меня нет ни претензий к отдельному блюду. То есть, как закусочка, есть и хрустящие кусочки. И мягкие попадаются. То есть, в принципе, сойдет. Вообще, 260 рублей. Вот это блюдо. Вот. Или 240. Мы так разницы и не поняли. Ну, не велика разница. В общем, это очень круто. Так, в чем? Давай большой шашлык. Вот это легенда, да? То, что мы... Мы сейчас ждем, кстати, стейк переделанный, да? Блин, я пугаюсь. Давай я, может, сверху как-то... Ненормально, я здесь лежу. Точно? Да. Под контролем. Здесь у нас, можно сказать, хедлайнер. Опять-таки, кетченез. Здравствуйте. С кетченезом мы не виделись ровно 20 секунд. О, смотри, оно снимается. Сразу снимается. Элементарно, да. Оп-оп-оп. Вот они сначала нажарили, а потом ставили тонкий шампур. Ну, слушай, это свинина, да? Давай уберем вот эту вот баллесину отсюда. Мне кажется, это кашпо, нет? Для цветов. Похоже. Вот свиной шашлык от Шашлыкова. Мягчайший, вообще отличный шашлык. Прям волокна, смотри. И розовенькое мясо, то есть не сырое, как там, а розовенькое, душевное. Шашлычок, как ты приготовишь на даче. Давай пробовать. Погнали. Нет восторга вообще, я бы даже меньше поставил. То есть вот смотри, первое, он недосоленый, он реально чуть-чуть пережаренный, потому что чувствуется горечь такая. Да? Есть. Чувствуешь? Ну и то есть и нет какого-то вкуса маринада. Блин, я бы тройку поставил, серьезно. То есть вот курица вот с тем вот интересным соусом, да. Вот этот шашлык, несмотря на то, что он показался весьма мягким, когда ты нарезаешь, по факту оказывается не очень интересный. Вау! Может оно и славно, что он упал. Ну вот с киченезом, наверное, с киченезом киченез все разрулили. С соусом нормально. Но вот горишь пробивается, я не знаю, прям горишь пробивается. Как будто уголь такие. Да. Вальки на мясе там. Да, натерли прям уголь вот так сверху. Ну так все. То есть если выбирать, чувак еще гораздо лучше. Ани и том-ям. Ани, том-ям. И, в принципе, курица с лисом. В принципе, она тоже достойная. Короче, свиной шашлык, пожалуй, нет. Он причем стоит тоже дофигища денег. Да. Давай поставим. Туда-обратно. Мы пюрешку, кстати, не попробовали. По-моему. Давай по пюрехе. Здарим. Ну такая тоже. Как шашлык. Чуть лучше, чем шашлык, наверное, вот так вот. Ну честно, если выбирать, я бы пюрехи поел, наверное. Да? Я бы не стал шашлыком. Я бы не стал шашлыком. Не вкусно. Ну это понятно. Ты подожди. Если с тем сравнивать, то да. Ну че, у нас по итогу осталось два салата от шашлыкова. Это же салат фирменный. И Цезарь. Цезарь. Но Цезарь у меня не вызывает вообще никаких эмоций. Он выглядит откровенно стремно. Согласен? Тебе вели. Ну иди сюда, давай посмотрим. И свой тащи сюда. Который ты рекомендовал. Помимо того, что мы уже обсуждали тарелку, да. Чуть-чуть неопрятную. Здесь вот есть у них плюс, что здесь у них скорее всего вкусная курица. Залито все это соусом. Непонятно каким сырочек. Сырочек а-ля скорее даже не пармезан. А он такой мягкий довольно. То есть это какой-то российский или гауда может быть. Что-то такое. Ну вот смотри. Помидор в смысле. Помидор. Кусочек стремного помидора. Гренки. Смотри 4 гренки. В принципе нормальные гренки. Ладно, не гоню. И салат. Ну я конечно может быть немножко путаюсь в соусе. Но мне кажется это пекинская капуста. Ну это стопудово пекинская капуста. В ресторане подавать цезарь с пекинской капустой. Это выше моего понимания, честно говоря. Давай попробуем. Может соус будет вкусный. Никита говорит, что это не ресторан. Это типа как бар. То есть там пивасик закинуться чем-нибудь на закусь. Ну окей. Давай посмотрим на цену салата. Если он меньше 200 рублей или 200. То я соглашусь, что там можно творить разную дичь. 229. Все нельзя творить. Ты взял маленький 169. А я взял за 169. Да. А вот еще кстати написано в описании. Подожди салат. Ну салат просто салат. Соус цезарь. Яйцо перепелиное. Есть кстати да. Сухарики. Филе куриное. Ну окей. Ладно. На грани. За 100. За 170 рублей то. Учитывая сколько сейчас принято брать за салат цезарь. В наше дикое время. Может и ничего. Все от соуса будет зависеть. Если вкусный соус, то и пекинская капуста сойдет. Давай. Да. Нормально. Нормально? Да. Вкусно. Ну то есть это соус он такой а-ля цезарь. Вообще не цезаревский. То есть нет вкуса анчоусов. Но как куриный салатик весьма нормально. Я бы съел. Да. И там правда пекинская капуста. А что касается курицы кстати да. Хочу курицу попробовать. Тут курица кстати примерно как в порции шашлыка. Да нет. Я думаю. Раз, два, три да. Два раза меньше. Ну курица такая же. Прямо оттуда да. Хотя нифига. У нее нет привкуса дыма. Вот там была. Может соус? А тут нет. 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 Мне кажется ее жарят просто реально на этом. На обычном гриле. Угу. Там наверное у них есть все таки нормальный гриль. Угольный. Ну слушай нормальный. Вот реально как салатик. Я гораздо больше дичи ел в своей жизни. И за большие деньги. То есть это весьма достойно. Нет. Цезарем назвать бы не мог. Но вкусный куриный салат с нормальным соусом таки. Да. Можешь взять за 170 рублей. Так ну и. Ну и твоя легенда. Давай что-то ты расхвалил. Ну тут. Иди сюда. Рассказывай что-то. Что? Ты же ел его? Я не знаю даже из чего он. Я как бы не разбираюсь в этом. Я просто. Я попробовал вкус. Мне понравился салатик. Вот такого вот. Тут как минимум кайфово что вот это вот. Как в стиле гнездо глухаря. Да. Жареная картошечка сверху. Да. Ну там свежий огурец. Видимо какие-то шампиньоны. Видно. Да. Яйца. Наверное. Ветчина может какая. Ну короче давай пробовать все. Выглядит оно круто. Вкусный. Угу. Определенно. Мне нравится. Сейчас сверху перца могу. Бескомпромиссность. Симпатичный салатик. Поэтому. Ой я еще хочу. Знаешь чем. Кстати вот. Чтобы он был вообще прям феноменально классный. Да. Картошку бы посолить. Она не соленая. Вот попробуй перцем соль сверху посыпать. А. Там есть. А давай кстати. Ну то есть если сверху чуть посолить действительно. Вот тут картошка. То будет топчик. Оп. То сейчас зайдет. То есть она как картошка фри. О. Угу. Сразу еще лучше стало. Да. Достойный салат. Вкусненький. И в принципе может называться фирменным. Вполне себе. Пойдет. Пойдет. Ладно. В общем у нас. Дело такое. У нас полный провал по стейку. Мы его ждем. По идее нам его переделают. Кстати удивительно. Почему так долго. Видимо они сделали один. Роза ушло. Не получилось. А мне кажется они переделывают по 10 раз. Учатся. Учатся делать стейки. А. Мы пока попробуем с Никитиной напитки. Пока суть до дела. У нас есть какой-то фирменный вот этот вот. Давай я тебе доверю. Ты его и пилкаешь? Нет. Слушай. А что нам сказали. Вот. Они одинаковые. Нет? Ну. Похоже. Сейчас узнаем одинаковые. Вау. Кубик кстати упадет. Кубик упадет. И все. И мы тут все забрызгаемся. Какой-то сверху крышечку было бы неплохо конечно. Пробуем? Ну давай. Черри-бери. Даже капельки не газированный. Компотик. А мне кажется да. Компотик. А там написано Бунаква. Дай посмотрим. Бунаква среднегазированная. А он негазированный вообще или меня глючит? Сейчас не чувствуется. То есть вообще по-моему нет газов. Да нет газов все. Пытался поймать газа и нет газов в нем. Опять-таки небольшой косяк. Ну да. Предъявим. Предъявим? Давай попробуй вот эту штуку. У нас одна трубочка. Что скажешь? Это тоже самое? Нет. Другой напиток? Да. А я так жахнул. Такой прям сладенький-сладенький. Ну опять-таки не газированный блин странно. Ну. То есть и там и там было бы в тему немножко газиков да? Может быть. Короче вот этот вот я бы не стал брать. По вкусу ничего. Но он какой-то такой знаешь вяленький вкус. Вот то что в большой кружке. Вот это вкусно. Да. Вот это более вкусно. Более вкусно. В общем с напитками тоже. Ну окей. Никита все оправдывает тем что это бар. Я не оправдываю. Гриль-бар. Не ну они позиционируются как бар. Не ну согласен. Цены адекватные. Одно дело ресторан. О да ладно. Давайте попробуем. Слушайте. А у нас еще родился к вам вопрос. А вот этот вот должен быть газированный? Да. Туда добавляется газированный. А вообще ее нет там. Ну там. Или ее совсем чуть-чуть. Мало чего добавляется. Потому что вообще газики не чувствуется. Окей. Тогда снимается вопрос. Все хорошо. Да. Давай. Ну что. Даем второй шанс. Дубль два. Ну что. Перебежали? Да. Ну капец. Косячники. Ну то есть они сделали уже все. Ну видишь да. Валдан. Ну окей. Ладно. Окей. Давай примем все. Попробуем. В общем ребята с говядиной еще не разобрались. Но это по крайней мере есть безопасно. Я думаю что весьма должно быть вкусно. Тут розмарин. Который прилип. Блин. Соус туда. Как аджичка такой. Сейчас попробуем. Кстати это и есть аджика. Прям запах кориандра такой. Ну. Ладно. Окей. Ну как тебе сказать. Что это. Откуда ты это взял. Я даже не могу представить что это. А что это. Веточка наверное. Ну на самом деле надо признать что мясо мягкое. Да. Да. Мясо мягкое. Но опять таки вот у тебя нет ощущения что не хватает соли. Как будто оно да. То есть не хватает вкуса как будто бы. Да. Это не претензия к приготовлению. Хотя все равно претензия остается что они сделали нам уже абсолютно жареный кусок мяса. Он тем не менее остался мягким. Но вкусом блин не хватает. Давай попробуем. Поперчите. Ну типа. По вкусу. Видимо да. Видимо на это рассчитано. Но опять таки тут соломки с мелким перцем. Я например с удовольствием бы поперчил. Но я очень боюсь такими соломками пользоваться. Можно переборщить в лед. Давай соус. Соус прям с кориандром. Блин. Ой ха. Вообще короче. С соусом нормально. Ну слушай. Ну говядина. Такой кусок телятины. То есть она молодая говядина. Не пожившая еще. Она не должна компенсироваться соусами никакими. Ну да. Ну а джика топчик. Слушай. На самом деле вкусно. Зря прикапываемся. В целом вкусно сделали. Учитывая что это не стейхаус. А где всего подряд много. Наверное можно считать что сделано неплохо. Да. Сделано неплохо. Вроде все пробовать да. Слушай. Ну по факту да. Мы попробовали все. И могу сказать что ну как бы. То есть. Типа да. Зайти можно. Учитывать цены особенно. То есть цены за 200 там рублей. За 300. За 200-300 рублей. Полноценную порцию там всего да. Угу. Я не знаю где можно съесть. Причем. Как бы цены они. Новосибирск, Москва не отличаются. Такие же? Да. Они такие же. Такие же да. Что это прям радует. Ну что касается именно вот. Гастрономии. То есть вкусов. Восторгов нет. Относительно шашлыкова. Есть ощущение удовлетворенности по некоторым продуктам. Ну том ям скажем вообще прям кайф. Чевапчичи прям пожалуй близко к кайфу. Остальное просто удовлетворенность. В плане что в целом вкусненько. Когда так вот типа поесть. Вот. Ну плюс какие-то были косячки. Но это такие. Знаешь иногда бывает. Не складывается у заведения. Под камеру начинают косячить. Но это. Возможно можно их простить. Мы простим. Они тем более нам переделали. Ради нас сделали два куска мяса. Дорогого довольно. И вот. В общем что хочу тебе сказать. Спасибо тебе что ты мне это место показал. Если они будут еще и доставку делать до меня. Я бы у них заказывал. Потому что цены на уровне доставок без ресторанов. Типа грилеру там и прочее. Я бы у них пожалуй иногда заказывал. Но специально ехать не буду. Но если буду где-то проходить с семьей или друзьями. Я бы сюда зашел. Вот как по факту. Да. Ты согласен? Но у тебя ощущение вот по сравнению с Новосибом. Оно такое же. То есть это не космос хорошая еда. То есть как бы без освещения. Да. Так вот. Ты получаешь вкусно. Угу. Потому что ты сидишь как бы. Вот атмосфера как бы уютная. Здесь красиво. Все хорошо. Согласен кстати. Вот в этом плане. Доступно недалеко от метро. Допустим. Недалеко от где-то там. Центра города. Да. Что-то еще. То есть. В целом очень милое заведение. Согласен. Согласен. Оно действительно уютное. То есть. Вот сейчас здесь вокруг очень много людей. Но каждый сидит как будто бы в своем каком-то мерке. То есть нет такого ощущения. Что мы мешаем кому-то. Да. Особенно мы вот здесь конкретно сидя. В самом центре сидим. Здесь столы больше. Да. Мы в самом центре сели. Нам сказали людей поменьше снимать. Мы естественно. Стараемся это делать. В общем. Спасибо тебе большое. Еще раз. Как это все снималось. Можете посмотреть там. Со всякими ляпами. Да. У Никиты на канале. Ссылочка в описании. Напомню. Ну в общем все. Спасибо что посмотрели. Совет зрителя. Вот так вот. Сегодня прошел душевно. Никите спасибо. Класс. Спасибо. Очень рад был. Всем пока. Удачи. Трррррр. Тормозни. Подожди. Оценки надо выставить. Сейчас попрощаемся. Друзья мои. Уже это самое вспомнил потом. Уже разъехали с Никитой. Так. Короче. Цена. Цена. За цену я ставлю пятерку. Пожалуй. Действительно адекватные цены. Достойно в этом плане заведения себя показала. Вкус и качество. Вкус и качество. Вкус и качество. Вкус и качество. Слушайте. Поставлю я три. Знаешь. Больше наверное. Не столько за вкус. Потому что он в принципе нормальный. Нормальный. Нормальная еда довольно вкусная. Сколько вот именно за качество. То есть вот. Есть какие-то маленькие небольшие косячки. Которые чуть расстраивают. Мясо. Вот это вот. Негазированная. Газированная вода. И прочее. Поставлю три балла. За комфорт поставлю четыре. Весьма неплохо. Заведение действительно в самом центре. Удобные места. Комфортно сидеть друг другу. Люди не мешают. Вот. За скорость тоже поставлю четыре. Хотя в принципе. В принципе. Можно. Давай даже поставим пять. Слушай. Ну быстро они привезли. У них вот эти вот. Часы. Туда сюда. Да. И за двадцать минут. То есть. От момента заказа. Двадцать минут. И у вас все на столе. Причем первое блюдо. Начинает появляться в течение там. Пяти минут. То есть. Салатики у вас там. Ну. Короче. Быстро. Пять баллов. Смело. Ну и персоналу. Персоналу я поставлю тоже. Так. Какие у нас. Да нет. Ты знаешь. На самом деле. Молодцы. С другой стороны. Можно снизить балл поварам. Ну то есть. А что же персонал. Скажем так. К персоналу. Который работает в зале. Вопросов нет. Они молодцы. Во-первых. Никаких вопросов. Относительно. Там. Того. Что мясо что-то не так приготовилось. То есть. Сразу согласились. Сразу унесли на кухню. Сказали переделать. То есть. Вообще даже никаких вопросов не было. Подошли. Извинились. И так далее. Вот этот нюанс. Что. Девушка. Менеджер. Которая сказала. Там. По согласованию съемки. Но опять таки. Тоже. Все это. Свелось. К тому. Что. Вопросов нет. Снимайте. Пожалуйста. Только. Поменьше. Снимайте гостей. Окей. Тоже. Вопросов нет. То есть. В принципе. К залу. Никаких нареканий. Питюля смелая. Вот. А к поварам. К поварам. Нарекания есть. Конечно. Три балла. Я поставлю. Поварам. И в среднем. Давайте поставим. Четыре балла. По этому критерию. В целом. Все. Ребята. Общий балл. Вы видите. Рассчитанный. На экране. Да. Общий рейтинг. Как всегда. На сайте. Покашеварим.ру. Заходите. Смотрите. Пишите свои. Обязательно. Отзывы. На заведения. И доставки. И все. И будет у нас с вами. Народный рейтинг. Слишком он научительный. А теперь. Что происходит. Когда камера. Выключается. Да. Мы немножко. Это самое. Мы 15 секунд. Еще ждем. Там. Чтобы в конце. А. Я не дождался. Так что. В конце. Ждем 15 секунд. Можем уже что-то начать болтать. Обсуждать. Чтоб в конце. Можно было вставить рекомендованные ролики. Вот так вот. Вставим.